Теперь не до азарта. Шестеро жителей Мордовии Александр Арташкин, Дмитрий Грошев, Максим Кузовлёв, Оксана Навихина и братья Березина Александра и Денис будут нести ответственность за организацию и проведение в Республике азартных игр. Детище Березинах, а именно они, по мнению следствия, стояли на верхней ступени игорной иерархии, просуществовало 9 месяцев. С января по октябрь 2018 года местный житель организовывал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых помещениях на территории города Саранска. К участию в преступной деятельности он привлек 5 жителей республики, которым отводилась роль администраторов и охранников. Для проведения азартных игр в зале было установлено соответствующее оборудование. В логово одноруких бандитов попадали только избранные знакомые и больные игромани и люди. Внутрь их пускали исключительно по звонку на определенный номер телефона. В одном из помещений летом такие меры предосторожности не спасли от визита оперативников регионального УИБ и ПК и следователей СК. Силовую поддержку оказали бойцы Росгвардии. Деятельность данного игорного заведения была пресечена и в отношении соучастников было возбуждено уголовное дело. Однако их это не остановило. Спустя некоторое время они вновь арендовали нежилое повещение, теперь уже по улице Строительной в городе Саранске, куда завезли также игровые автоматы и продолжили заниматься противоправной деятельностью. Новый зал силовики ликвидировали 14 октября 2018. Нелегальный доход от подпольного казино, как рассказали в МВД, был от 5 до 100 тысяч рублей в день. А общая сумма, которую выручили крупье, за эти месяцы составила 2 миллиона 700 тысяч. Во время обыска полицейские изъяли около 30 игровых автоматов, платежный терминал, сотовые телефоны, денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, черновые записи. В рамках расследования было также установлено, что в игровых аппаратах содержались электронные платы, в памяти которых воспроизведены наборы игровых программ и модифицированных игровых программ, исключительные права на которые принадлежат иностранной компании. В результате ей был причинен материальный ущерб на общую сумму около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Помимо организации азартных игр, персоналу казино также предъявлено обвинение в нарушении авторских прав. На время следствия участников группы не стали заключать под стражу. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также по решению суда был наложен арест на автомобиле троих обвиняемых. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Анастасия Семышева, программа «Происшествие». Анастасия Семышева, программа «Происшествие».